МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Цопина. В эфире программа про здоровье. Сегодня расскажем, бывает ли зрение выше единицы и что такое шарлотка наоборот. Но сначала к новостям зарубежным. В Бразилии благотворительная организация помогает инвалидам приобщиться к водному спорту. Для них организуют занятия греблей в заливе Гуанабара. Такие гавайские каноэ в заливе Гуанабара в Бразилии можно увидеть часто. Но эта лодка – особенная из-за её команды. Некоторые гребцы в ней – инвалиды. У Флавио нет ноги. Ампутировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Спорт и общение с единомышленниками стали для него опорой. «Мы – семья. Встреча с этими людьми дала нам возможность по-новому взглянуть на жизнь и понять, что инвалидность её не остановила». Занятия греблей проводят в городе Нитерой, недалеко от Рио-де-Жанейро. Здесь инвалиды не часто бывают на пляжах. Для инвалидных колясок нужны специальные дорожки, а их в основном нет. Ходить в протезах по песку не очень удобно. Но этим гребцам во всём помогают волонтёры. Проект запустила бразильская благотворительная организация. За инвалидами-гребцами постоянно наблюдают врачи. «Гребли улучшают работу сердца, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. У всех улучшилось психическое состояние. Они чувствуют себя счастливее, и их жизнь полна хороших впечатлений». Проект запустили три года назад. За это время он помог 30-ти инвалидам присоединиться к занятиям греблей. Все они говорят, что с нетерпением ждут каждой тренировки и возможности пообщаться с людьми. «Бывает ли зрение выше единицы?» Ответ в рубрике «Скажите доктор». Острота зрения бывает выше единицы. Это связано с разрешающей способностью сетчатки. И доктор при проверке зрения, он должен показывать не только десятую строчечку, а показывает гораздо больше. Это не значит, что у вас нет минуса или плюса. То есть, возможно, вы со стеклом видите полторы единицы, и мы все равно засчитываем это как полторы единицы. Поэтому очень часто после лазерной коррекции пациенты, которые у нас оперируются, они после коррекции видят гораздо лучше, чем они видят в очках. Они получают полторы, две единицы зрения. Типичное острота зрения – это все-таки единица. Это стандарт. На самом деле это не мало, это достаточно для жизни. В этом году юбилей отмечает Новосибирская областная больница. Клиника, где работает много семейных пар, которые когда-то в медучреждении познакомились. Первыми гостями рубрики «Семейные истории» были супруги Борисовы. С момента нашей беседы прошло уже шесть лет, но и Сергей Алексеевич, и Ольга Ивановна до сих пор трудятся в клинике. Семейные истории в домашней обстановке за чашкой чая. И наши первые гости – супруги Борисовы. Сергей Алексеевич, врач-эндоскопист, и Ольга Ивановна, врач-терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что про вашу семью можно сказать, что вас связала медицина. Да, однозначно. Как вообще судьба вашей семьи связана с судьбой больницы? В полной мере, потому что мы познакомились здесь, мы всю жизнь работаем здесь. Работая здесь, мы завелись не только семьей, но и детьми, и внуками. Мы с большим количеством друзей, поэтому, естественно, и медицина, и наша семья, они вот таким образом связаны. Тем более, что первый раз Олю я увидел на собрании коллектива, это был день медицинского работника. Я уже был тогда секретарем комсомольской организации, сидел в президиуме и увидел совершенно потрясающую женщину. Все еще начало лета, все еще белые, а тут сидит такой загорелый красивый человек. Я спрашиваю, кто это, это вот мне говорит Ольга Ивановна Распупина на то время. И я сразу стал привлекать ее к комсомольской общественной работе. Ольга Ивановна, откуда такой загар? Я успела съездить в Сочи в отпуск. Все были в халатах, так как я в поликлинике, я пришла в таком самошитом беленьком сарафанчике с тоненькими лямочками. Поэтому он, конечно... Я был сражен наполовину. Но мне тоже было интересно с ним познакомиться, потому что я на год раньше пришла в больницу, и мне предлагали быть секретарем комсомольской организации больницы. Но я так отказалась, и мне было интересно, кто же согласился. И я говорю, покажите мне секретаря. Я говорю, вот этот Сергей Алексеевич. Вот так мы вначале заочно познакомились, а потом мы включились в совместную общественную работу, которой занимаемся по сей день. Подостоящее время. Придумывали какие-то мероприятия, проводили. То есть уже когда первые мероприятия совместные? Очень много. Сразу. Это был 1984-1985 год, был КВН, потом был молодежный фестиваль, который в Москве проводился. Мы проводили, готовили этот фестиваль. В смысле мероприятия к этому фестивалю. Но самое главное, тут нас выручил профсоюзный комитет. В то время были приняты поездки выходного дня, и нас вот Александр Лавриевич Попов в то время председатель профсоюзного комитета отправил на путевки выходного дня в Минск. И несмотря на то, что это совпало с трагическими событиями, умер очередной генеральный секретарь, по-моему, Черненко. Вот там наш роман развился бурно и стремительно. И после этого я жил на Красном проспекте, а Оля в Калининском районе. И мы сразу с самолета перевели вещи ко мне в квартиру, потому что нужно было ехать на работу. Это был уже рабочий день, понедельник. И вечером, после окончания работы, мы думали, как нам быстренько доставить вещи Коле домой. И она зашла к нашему главному бухгалтеру, Лилия Осиповна, совершенно потрясающая, уникальная женщина. А я стою за дверью. Она говорит, Оля Лилия Осиповна, выручите, пожалуйста, мне нужно свои вещи из квартиры Сергея Алексеевича везти домой. Я слышу, как она своим таким крупным, совершенно потрясающим голосом говорит, Оля, не будьте дурой, я дам вам машину. Но не для того, чтобы вы выездили вещи, а все оставшиеся вещи немедленно к Сергею Алексеевичу. В эту поездку мы смотались в Прибалтику и гуляли там по Вильнюсу, в Вильнюсе мы были. И какой-то там мостик был или ворота, если под этими воротами в арке... Пройдешь и поцелуешь. Да, то все, ты будешь счастлив на всю жизнь. И мы же так и поцеловались. Не ожидали, что это действует. И сколько получается лет у вас в совместной жизни? Ну, получается, что 33 года в этом году. Сработает. Сработает. Сработал. Давайте, может быть, чаю? О, давайте, с удовольствием. А получается, что много-много у вас было общественной работы. Как это можно было с обычной-то работой? Она естественна была, понимаете? Потому что ведь в больнице работает очень много интересных людей. И надо сказать, что мы недавно с Ольей разговаривали, и почему мы беспомощные, когда встречаемся с хамством, либо какими-то бытовыми неурядицами, которые доставляют нам какие-то люди. Слава Богу, это редко случается. Наверное, потому что в этом коллективе уже 30 лет мы работаем с уникальными людьми, с очень грамотными, воспитанными, образованными людьми. Поэтому вот эта атмосфера, наверное, конечно, на творческий процесс каким-то образом налаживает. И еще хотелось бы, чтобы в больнице была хорошая обстановка, чтобы люди не только хорошо работали, а это очень затратная работа, работа в медицине. И нужно какие-то давать им возможности передохнуть, проявить себя в творческом плане. А так как я еще с института занимался общественной работой, а Оля в институте была ведущей актрисой театра, который был в медицинском институте, то вот как-то все это естественно и отразилось. Нам этого не хватало? Да. И потом время было тяжелое, ведь ничего нет. Вот сейчас вот позвонили, заказали там провести концерт, детский праздник. А мы все делали сами. И новогодние праздники, я писала сценарии, и в стихах, и в прозе. Сами делали костюмы, наряжали, впрочем, и даже и своих детей. Все это заплетали в сценарии, они играли. Великолепные же были праздники. Девочка начинала карьеру актрисы на новогодних елках в больнице со Снегурочкой, а закончила Баба-Ягой. Да, Баба-Ягой, да, точно. Ну, получается, что дети ваши тоже были в больнице регулярно? Да, они выросли в больнице, конечно же. Девочки очень творческие выросли. Могут все, и руками, и ногами, и спеть, и станцевать, и сочинить. А в медицину не пошли? В медицину не пошли, да. Они слишком редко нас видели. Там дежурь сколько? Ну, пять дежурь ночных. Да, были дежурь. У него пять, у меня пять. Вот уже десять дней, десять суток нас нет дома. Потом еще какие-то выезды, пацаны на авиации. Конечно же, много летал по санитарной авиации. Такие были даже. Вот у нас лифт на девятом этаже, лифт не работал. Вот он, я вижу, он приехал. Я кричу, не поднимайся, езжай обратно в больницу, там еще тебя вызвали. Я помню, вы рассказывали, когда вы ехали куда-то в автобус, на дачу, да? На дачу ехали с сумками уже. И сняли с автобуса, перегородил автобус этот, милицейский УАЗик, Европор, Борисов. А там полность забита, мы нас, мы еле вылезли оттуда. Потом уже нас везли на дачу, уже после полуночи. То есть все-таки успели на дачу? Ну, там просто ситуация была, мы пока ждали 120-й автобус, он редко ходил. Случилась здесь какая-то трагедия, и привезли ребенка, нужно было помочь, инородное тело бронхиального дерева. И скорая пошла к нам на дачу, а все знали, где что, наши дачи, все неизвестные тогда. А не, давай встречать каждый автобус. Да, нет, и скорая помощь попала в аварию, и поэтому милиции поручили нас заставить. И вот они нас как преступников вывели оттуда с этой, на нас так призительно все смотрели, кто такие, что чего. А мы с Савойскими вылезали из этого 120-го автобуса. Да, много интересных случаев было, много. А почему вообще медицина? С самого детства мечтали? Читала статью, где вас в детстве называли Айболитом, по-моему, да? Ну, это так, называли Айболитом. И у меня, когда я смотрю свои детские фотографии, у меня все новогодние костюмы, я был всегда доктором Айболитом. Я был в халате, в медицинской шапочке с крестом, и как-то вот это все своеестественное. Я о другом как-то даже и не предполагал. А в семье кто-то был? Нет, вот в семье у меня не было медиков. Ну, вот почему-то я каким-то образом прикипел к медицине сразу с детства. Мне как-то вот вложили в меня этот ген. Нет, я нет. Я где-то с 4-го до 8-го очень хотела быть летчиком-испытателем. Я прямо о небе грезила. Ну, понятно, да? А куда девочек берут? Нет, конечно. Потом в то время, сейчас, конечно, как-то пробиваются, но в то время нет. Потом я очень хотела юридически поступить, уже постарше. Но параллельно всему этому, я всегда, я стихи начала писать там в начальных классах, ходила в театральную историю, в Дом культуры. Мне это нравилось, но я, видимо, не хватило уверенности в себе, чтобы вот пойти вдруг поступить откуда-то. Вот в театральную. И пошла в медицинский. И там нашла и театр, и очень хорошего руководителя Кирвана Орлова. Это актриса Красного факела, с которой рядом мы прошли потом всю жизнь до самого конца. Которая очень много у меня научила, очень много дала мне и в человеческом плане, и в профессиональном, в артистическом, в творческом. У них была удивительная семья, вот Игорь Михайлович Попков и Кирвана Орлова. И эти люди научили нас семейным ценностям. Они это нам дали, они вложили. И, в общем-то, мы вот всю жизнь жили и старались жить так, как Кирвана с Игорем Михайловичем. Вообще в жизни везло. Да, с людьми, конечно, везло. Я думаю, что многие так говорят, и, наверное, так и бывает, но это и счастье, что пусть каждому из людей встречаются хорошие люди на их пути. Какой я великолепный пирог испекла, сама себя похвалю, да, красивый. Сейчас мы будем пить чай с ним, согласны? Согласна. А как он называется у вас? Называется Шарлотка наоборот, лицом к низу. Ну, она у меня вот получилась вот такая у нее оборотная сторона симпатичная. Хороший у нее затылок. Да. Пожалуйста. Давайте. Сергей Васильевич, будьте пирожок. Да, конечно. Ваш любимый пирожок? В общем-то, да. Я стряпаю вот этот, еще медовый дети очень любят. И больше никакие печенюшки, пирожки. То есть вы не очень любите... Я не очень люблю. Не родните, ошибаюсь. Я не очень люблю вообще. Не любите мочной или не любите печь? Не люблю готовить. А кто вас вообще готовит? Ну, мама Сережина. Всю жизнь мы вместе живем. Лидия Яковлевна, чудесная мамочка у нас. Которая только вот последние годы, ей уже вот будет в этом году 88, немножко стала давать, перекладывать эти обязанности на меня. А так она все, в принципе, я только редко какие-то прачечные дни, там нужно было подключиться. А так она меня освобождала. Поэтому я только в детях и в творчестве была. И в работе. Ну и в работе, естественно, и в муже. Про мужа тоже никогда не забывала. Напоминаю, у нас в гостях супруги Борисовой Сергей Алексеевич, врач-эндоскопист и Ольга Ивановна, врач-терапевт. Ольга Ивановна, я помню, во время беременности еще мне приходилось быть у вас в камере гипербарической оксигенации. Очень нравился этот метод. Я ее на себе несколько раз испытывала. Вам не страшно было? Нет, мне не страшно. Я же летчиком хотела быть. Кого там? И лечила там своих детей. Вот у меня Катя была беременна. Я считаю, что у меня внук очень умный. Еще и потому, что она практически там у меня жила. Это полностью избавляет плод от какого бы то ли было кислородного голодания. И мозги всегда работают, не страдают. Поэтому так получилось. Закрыли мою барокамеру год назад. И мне пришлось перейти в оргметод отдела. Я так понимаю, у вас там тоже творческие много каких-то функций? Да, это мне повезло. Потому что мне было поручено собирать материал для юбилейной книги нашей областной больницы. И у нас такой книги, такого формата не было. В чем специфика? Ну, у нас была книга такая чисто информационная. Там история всех отделений, служб, конкретно что и как. А это будет история в лицах. Где будет у нас 80 страниц по количеству лет. И каждая страница будет посвящена какому-то человеку. Работа, конечно, очень интересная для меня. Я так много узнала о людях. И у нас был такой уклон не как о профессионале писать, а как о человеке, о его семье, о его детях. Чем он интересуется, чем он вне больницы занимается. И очень интересно. Про каждого из них можно писать. Ну, не роман, но повесть точно можно написать. Про каждого 80 страниц можно? Можно. Ну, вот что касается семьи, я так понимаю, у вас есть две дочки. Сколько внуков? Дочки по годочке у нас, да. Год и пять у них разница. Мы очень поздно создали семью. Мне было практически без двух недель 28. Но Сереже чуть меньше. Поэтому мы торопились. Мы быстренько их двух родили подряд. Два внука. Один у меня внук замечательный, старший. Екатерина нам родила Романа Евгеньевича. Умный мальчик, очень похож на деда. Дед у него лучший друг. Четыре года ему с половиной. И вот в этом году у нас появилась в феврале девочка Кирочка. Кстати, в честь Киры Ивановны Орловой она получила это имя. И тоже хорошая девочка, восемь месяцев развивается нормально, чудная, очень эмоциональная, улыбчивая такая девчонка. Позитивная девчонка. Позитивная девочка. Хорошая девочка. Но если у Кира еще непонятно, кем она мечтает быть, может быть, Роман Евгеньевич уже... Вы знаете, он, конечно, хочет долгое время как-то он полицейским, пожарником, полицейским, но любимая передача с Малышевой. Да, да, да. Да? Он включает и говорит, мама, смотри, вот это оказывается, почему, болезнь откуда. То есть он все знает, все органы где находятся. Он знает, что только химию, ее нельзя брать в рот. Химию можно отравиться, что микробы боятся воды с мылом и так далее. Он все знает. Так что может быть вполне, вот вполне. И он пытает наших гостей, как работает кишечник. Вы знаете, как работает ваш кишечник? Ага, Ксения, ты не забыла, где у тебя кишечник? Вы в курсе, что почки фильтруют, да? Я вижу, вы принесли альбомы, и я так понимаю, что они не просто даже с фотографией. Да, это не просто. Что там есть, кто там изображен. Ну вот это подтверждение творческих наклонностей наших деток, да? Да. Это вот они нам дарили на 25 лет нашей свадьбы серебряной. Вот такой был альбом, все наряжено. А потом уже через 5 лет они добавили вот эти фотографии. То есть это детские, а здесь постановочные фотографии в другом уже возрасте. А сколько тут разницы между фотографиями? Ну, 30. 30? Да, они похожи. Да, они похожи, вот видите, как интересно. Вещички собирали где-то, на даче искали старые вещи. Да им тут 18. 18. Ну, они хорошо выглядят, девчонки у нас, моложавые. А вот это, это был такой великолепный сюрприз. Я ничего не знала, это все втихаря. Это Сережа на 30-летний наш день свадьбы вот такую книжку сделал. Сам оформлял, сам придумывал все. 30 лет как один день. Вот все фотографии собраны, где мы вместе, наши детки. Это вот внучек наш. Мы венчались, кстати, в нашей церкви, в больничной, в 98-м году. Это мы очень любим на Алтай путешествовать. У нас все фотографии алтайские. Это Сергею Алексеевичу вручают заслуженного врача. Девочки присутствовали, приезжали туда, поздравляли папочку своего. Так, я вижу там книжка с вашими стихами. Это когда она у вас, в прошлом году вышла? Да, это к 60-летнему юбилею своему. Я такое обещание. Мы готовились к юбилею, и вот я думал, чем можно еще порадовать свою супругу. Ну, в принципе, еще очередная какая-то безделушка. Наверное, это уже не актуально в нашем возрасте, и мы уже сейчас живем другими ценностями. Но я знаю, что Оля всю жизнь занималась тем, что она писала стихи. Вот я предложил ей издать сборник этих стихов. Сначала были сомнения у нее, но потом так получилось. И это совершенно замечательный, потрясающий такой сборник с ее стихами. И ранними, и стихами, которые родились уже при нашей совместной жизни. Участие в издании принимал главный врач. Да, мне нравится, что называется она моим друзьям с любовью. Их было не так много экземпляров, но мы раздарили эти книги всем своим друзьям. С любовью. С любовью. А что касается стихов, я помню, вы говорили, что когда дочки родились, у вас был период, когда вы... Да, не писала, некогда было. Ну что, ребятишки подряд, и мне некогда было. Единственное, что мне хватало, какие-то к дням рождения, какие-то такие личные посвящения писать. Это было, да. А потом как она вернулась? К 30-летнему юбилею я сочинила песню. Да, я сейчас даже вам спою маленький куплетик. Мы ее пели. Я, правда, пою плохо, слуха у меня нет, голоса тоже. В основном у меня. Не всегда людей сближают годы, это нам так крупно повезло. Мы живем с тобою, слава Богу, как накрытые одним крылом. А мы вместе уже, даже дольше, чем грозь, эта данность пусть длится и длится, и жрет, поживает наша любовь, как волшебная райская птица. Какая замечательная песня. Спасибо вам за то, что вы пришли с песнями, стихами, историями, позитивом, шарлоткой. Так что приходите еще. Зовите, прием. До встречи. Ну, а у нас в гостях были супруги Борисова, Сергей Алексеевич и Ольга Ивановна. Следите за нашими семейными историями. Тот, кто думает, что у него нет времени на физические упражнения, рано или поздно должен будет найти время для болезни, был уверен британский политик Эдвард Стэнли. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи через неделю.